Привет, маленькие друзья, а также их родители. В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки пробуют ответить на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло, увидим дальше, а по пути будем узнавать правильный ответ и учиться вместе. Викторина миллион вопросов. Почему извергается вулкан? Это огромная гора, из которой сверкается лава. Ну, это такая гора с дыркой, внутри которой лава. Это такая гора, сверху там дыра, и там образуется лава. Там сидят маленькие гномики, и там они вот так вот выталкивают лаву лопатами. Это гора, в которой лазь, лава. Ну, это такая гора, и у нее снится лава, и из нее еще выскакивают горячие камни. Потому что внутри лава есть. Потому что он наполняется лавой и не может ее удержать себе. Он может так, чук-чук, я взял, и просто... А потом сможет проехать, и там лава вытекла. Она извергается, потому что лава такая... Она такая, ну, как бы горячая. И из-за того, что она барлет, так, она не сдерживается. Она поднимается просто-напросто и повышивается, и поэтому она извергается. Это и кипящая лава. Это похоже на воду, только это красное. Ну, это гора делает лаву. Ну, из нее течет лава. Ну, потому что вот этот вот человек-вулкан, он злится. Он сделан из камней. Из подземьи. Они ставятся горячими и вылетают, когда вулкан извергается. Он извергается. Лава там течет, течет, потом просто бамс, и все. Лава истекает из всех сторон. И смотри, течет лава, и она, значит, потом течет. У него забирают камушки, у которых есть имя. И они цветные, наверное, цветики, наверное, алмазы. И он злится, и лава течет. Лава очень горячая, и вулкан не содержит ее, и она извергается. Мне так кажется, что у него вот такой вот, вот от этого стула до этого стула толщина зовет. И она на земле течет. И они нагреваются, а лава извергается, там все теплее и теплее, и они становятся все горячее и горячее. Наша планета Земля кажется твердой, но на самом деле она больше похожа на яйцо. Сверху тонкая твердая скорлупа, которая называется земной корой. А под ней вязкий слой, который состоит из очень горячего камня. Такого горячего, что он буквально течет. Когда его становится слишком много, он сильно давит на кору и выливается через вулканы. Кстати, жидкие недра Земли называются мантии, и они отвечают еще за очень много процессов. Но об этом поговорим в следующий раз. Почему небо синего цвета? Потому что тогда бы было видно небо. Почему небо синего цвета? Потому что она всегда синяя, даже в плохую погоду. Потому что небо синее такое, голубое. Ну, потому что так идет подходить под солнышко. Потому что дом нарисовал, сам придумал цвет голубой. Потому что так красивее ясеним. Потому что хорошая погода. Ну, потому что голубое небо – это хорошая погода. А черное небо – это плохая погода. Было бы другое цвет, ненормально бы было как-то. Потому что, чтобы местилось солнце на реку. И облака будут там летать, если там голубое там есть. Ну, бывает при заказе там какое-то такое оранжевое, что ли. Нормально. На этот вопрос порой не знают ответа даже взрослые. А ответ кроется в том, что же это такое – цвет. Лучший способ понять это – радуга. Она наглядно показывает, что обычный цвет солнца состоит из семи основных цветов. Красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Так получилось, что наш воздух – это целый коктейль из разных газов и веществ. Так вот, пока мы не видим, в атмосфере летают миллионы частичек воды и кристалликов льда. Таких маленьких, что их никак нельзя увидеть. Все вместе они отражают свет под разными углами и раскладывают его на цвета, наподобие радуги. Но в нашей земной атмосфере преобладает именно синий цвет. Рубрика «Четвертый лишний». А сейчас попробуй вместе с ребятами найти, какое из четырех слов здесь не на своем месте. Торт, пирожное, варенье, кекс. Варенье, оно не печется. Ну, потому что оно делается из ягод. А там кекс, он делается из теста. Варенье что, из теста делается? Варенье. Потому что там нет свечки, как на день рождения тоже делают. Варенье. Ну, потому что там все такое вот, ну, как тортики, ну, всякие такие вот. Крем. А варенье вообще без крема. Кекс. Варенье. Потому что варенье было в банке, а другие слова не были в банке. Варенье. Ну, потому что он не сладкий, а нормальный. Варенье. Потому что это не пирог там или не торт там. Сладкое не бывает варенье. Потому что это не пирожное. Он не печется в духовке. Нет лишнего. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин